Шалом дорогие друзья! Приближается Суккот. Вы знаете, я думаю, что правила праздника, и что такое праздник Суккот, он не такой сложный, вы найдете всегда. В этом году хочу рассказать другое немножко. Я хочу вот эту внутреннюю сущность праздника, что это такое, для чего, и как бы, ну, Майсу, если хотите. Хочу рассказать Майсу сегодня. Это было в Суккот, через несколько дней после начала войны Судного дня. Тогдашний премьер-министр Израиля Голда Мейер решила посетить солдат на голландских высотах после очень тяжелой битвы. Израильским танкам удалось остановить мощнейшую атаку сирийцев. Погибло много ребят. Она прилетела на Голланды и получила отчет о проведении действий, увидела группу религиозных солдат. Они стояли на молитве, стали сами главами и богословляли. И это была группа резервистов, которые пришли на войну в Емки-Пур, прямо из синагоги. Они не видели, что их семей, они вообще не... Майсу подошла к ним, она пришла поговорить, с ними все это разговаривала. Когда они закончили вообще молиться, она говорит перед этим, она говорит, веселого вам праздника, Суккот, поздравила их. Скажите, у вас есть вопросы. И один солдат говорит, мой отец погиб в войне за независимость. И мы победили. Мой брат погиб в войне 1956 года, и мы победили. На прошлой неделе я потерял здесь лучшего своего друга, хоть уверен я, что мы победим. Скажите, все-таки стоят ли эти жертвы чего-то, если нам все равно приходится постоянно жить в войне на Ближнем Востоке? И Голдомир поволчал, потом сказал, знаете, я иногда ночью плачу. Плачу и скорблю о тех, кто погибли, иду в моих семьях. Должна вам честно сказать, если бы эти жертвы были только для нас с вами, то, наверное, вы были правы. Это бесполезная борьба. Но это не так. Это все, наша земля, и все, что происходит в Израиле, и все, что происходит вообще с еврейским народом, это все связано в единую цепь. И это для всех людей, для всех евреев во всем мире. Знаете, говорит, я в 1948 году была послом Израиля в Москве. Это было правление Сталина период. И понятно, что не просто любая религиозная деятельность была запрещена. Шаг в право, шаг в лево, расстрел. А тех, кто уличали в распространение иудаизма, отправляли в Сибирь и так далее, расстреливали. Были люди, которые одевали отфилин под одеялом, чтобы дети их даже не видели. И вот в свете этой политики в России было запрещено вообще какие-то контакты с Израилем, понятно это. И вот Голдомир прибыла в Москву накануне Рошашана. И в праздничные дни сотрудники посольства пошли молиться в хоральную синагогу в Москве. И в первый раз, когда они пришли, там было немного, ну люди вообще мало ходили. Один, два там человека, ну, уже десять. Они не знали, что израильское посольство. Но когда они пришли в Симхат Тара, десятки тысяч евреев, десятки тысяч толпились на всех приближающих, вообще на улицах, женщины с младенцами, старики и молодежь, даже военные. Вы представьте себе это все, в какое время это все было. Несмотря на громадный риск, они пришли выразить свое сочувствие и любовь к государству Израиля. Она пришла в синагогу и любые просто шли, все, они пришли для того, чтобы к ней прикоснуться пальцем. Почему? Они прикасались к государству Израиля, к священному для себя, то, о чем мечтали веками евреи. Они говорили ей всегда шалом алейхим и гудьонтов, мир вам хорошего праздника. Она всех обходила, пожимала руку, кому можно, и говорила, спасибо вам, что вы остались евреями. Это было огромное проявление какой-то совместной души. И вот завершая свой рассказ, Голдемейр сказал, именно тогда я поняла, что все, что происходит в Израиле, влияет на весь еврейский народ. И вы знаете, сейчас мой с Божьей помощью почти каждый день с солдатами и возле Ливанской границы, и в Газе кормим их пловом. Ну, какие солдаты? Это такие же дети в основном или взрослые, которые только вчера были в лавке, в магазине, в институте. И вот вы знаете, они солдаты, они воины, и мы постараемся, чтобы в этот сокот у них тоже был плов. Но вот я с ними тоже много разговариваю, много вижу то, что происходит. Каждый по-своему, может быть, немножко так, знаете, настроен, всегда может и поерничать. Но вместе это уникальное явление. И дай Бог нам всем мира, победы и хорошего праздника Сухот. Я просто напомню, что сказано у наших пророков, что война, последняя война в мире начнется и закончится в Сухот. Не знаю, может, в Машиах придет. Браха, 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 Браха всего самого-самого лучшего. И так же, как вот там, в Московской синагоге, когда это было в самые тяжелые годы, так во всем мире сегодня евреи придут в Сухум и обязательно поднимут Браха, и мы победим.